Дорогие друзья, всем привет! Сегодня предлагаю отличный рецепт блинов на масленицу. Блины на молоке. Получается блинов много, вкусно, очень приятно, понравится всем членам семьи и получится абсолютно у всех. В сотейник наливаем 1 литр молока и ставим немного подогреть. В миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем 1 чайную ложечку соли и 3 столовые ложки сахара. Сахар можно добавлять по вкусу. И все хорошо перемешиваем, даже как бы немного взбиваем. Молоко немного согрелось, наливаем половину молока в ранее замешанную массу. И начинаем просеивать муку. В общей сложности понадобится 450 грамм муки. Просеиваем частями, не всю сразу. Я сначала просеиваю половину. Все тщательно перемешиваю. Перемешивать нужно так, чтобы не осталось никаких комочков. Просеиваю следующую часть муки. Продолжаю перемешивать. Добавляю еще небольшую часть молока. Таким способом намного легче все перемешать, чем если бы мы добавили сразу все молоко или сразу всю муку. Друзья, на моем канале много рецептов выпечки, блинов. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Теперь добавляем 30 миллилитров растительного масла без запаха и еще раз все перемешиваем. Консистенция теста должна получиться абсолютно гладкой, однородной. Посмотрите, обратите внимание. И теперь накрываем миску пищевой пленкой либо полотенцем и отставляем настояться на 30 минут. Я рекомендую не пропускать этот этап, так как после того, как тесто настоится, текстура немного поменяется. Также это поможет растворить все комочки, крупиночки. Тесто получится более однородным. Теперь хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее первый раз растительным маслом, выливаем неполный половник теста. Ориентируйтесь на диаметр вашей сковороды. Диаметр моей сковороды 16 сантиметров. Когда блинчик схватился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону и обжариваем еще буквально 30 секунд. И также продолжаем печь оставшиеся блинчики. Блинчиков по этому рецепту получается очень много. У меня получилось примерно на 40 штук. Рецепт блинов довольно бюджетный, так как получается блинов очень много. Израсходовали мы всего 3 яйца. Получается очень вкусно. Блинчики получаются эластичные. Из этого теста можно делать как тонкие блинчики, так и потолще. Это уже выбирайте на ваш вкус. Я не люблю слишком тонкие блины. Посмотрите, вот я вам все показываю. И с одной и с другой стороны. Сейчас я вам разорву один блинчик и покажу, какая у него текстура. Рецепт отличный. Тесто для блинов тоже очень хорошая. Обязательно берите себе на заметку. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Всех поздравляю с масленицей. Берегите себя и своих близких. С вами была Виктория. До новых встреч!